МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первые заморозки, скользкое дорожное полотно стали причиной серии дорожно-транспортных происшествий на автодороге Тольятти-Хрящевка. За утро здесь случилось две аварии. Первый вызов Единую службу 101 поступил около 7 часов утра. Сообщалось, что в районе жилого массива Березовка в результате столкновения двух автомобилей пострадали оба водителя. Сотрудниками спецслужбы было установлено, что женщина на Фольксвагене потеряла управление над своим авто, выехала на встречную полосу, где в это время двигалась Гранта. Удар был сильным, у иномарки вырвало переднюю стойку. Оба транспорта оказались за пределами проезжей части. С места аварии оба водителя были госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение. Чуть позже, не доезжая с села Выселки, случилось еще одно ДТП, в котором также оба автомобиля оказались в кювете. Там столкнулись Нива и Лада Гранта. Со слов водителя Нивы, оба автовладельца двигались со стороны Хрящевки в направлении города. Автоледи на хэтчбеке на обледенелой дороге стала совершать обгон, не справилась с управлением, допустила занос автомобиля, при этом задев внедорожник, который двигался в прямом попутном направлении. После удара обе лады съехали в кювет. В аварии обошлось без пострадавших. Оформлением ДТП занимались аварийные комиссары. Госавтоинспекторы Ставропольской ГИБДД призывают водителей выбирать скорость, исходя из дорожных условий, а также избегать резких маневров на скользкой дороге. И вновь на Московском проспекте произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Причиной аварии уже по традиции стало игнорирование правил дорожного движения одним из водителей. Как установил аварийный комиссар, оба вазовских автомобиля двигались со стороны Свердлова. В районе дома номер 4 по Московскому проспекту на светофоре мужчина на Калини стал совершать левый маневр поворота, при этом не пропустив ВАЗ-2114. На данной полосе, по которой двигался предполагаемый виновник случившегося, установлен знак движения прямо. Но владелец Калины проигнорировал ПДД и в результате спровоцировал столкновение с другим транспортом. После удара 14-я изменила траекторию движения, пересекла разделительную полосу и оказалась на встречке. Калину развернула на проезжей части, в ее салоне сработали подушки безопасности. Несмотря на серьезные повреждения машин, все участники ДТП избежали травм. В первом квартале в минувшие выходные произошло необычное ЧП. Там неизвестные сначала устроили ДТП, а после подожгли один из транспортов. Все действия происходили в районе торгового центра «Океан». В случившемся замешаны несколько человек. Сев за руль ЗИЛа, без номеров, водитель буквально протаранил «Мерседес», который врезался в дерево. После этого неустановленные лица подожгли кабину грузового транспорта, чтобы уничтожить все улики и скрылись в неизвестном направлении. Стоит отметить, что за октябрь, ноябрь месяцы – это уже седьмой случай, когда горят транспортные средства. Напомним, что первый поджог был совершен 8 октября в центральном районе на улице Кудашева. Второй случай был зафиксирован буквально через два дня на 50 лет октября. Там горела Киа-Соренто. Через четыре дня на парковке галереи «Статус-холл» был совершен поджог автомобиля «Лексус». 17 октября у военного училища горела «Лада-Приора». 28 октября в 15-м квартале подожгли «Гранту». В настоящее время, по данным фактам, полицейскими проводятся проверки. В центральном районе на пересечении улиц Ленина-Чапаева парень на форде сбил пожилую женщину 39-го года рождения. Молодой человек на своем автомобиле двигался со стороны Горького в направлении Шлютово. Неожиданно для автолюбителя в неположенном месте, прямо на перекрестке, стала пересекать дорогу пенсионерка. Стоит отметить, что регулируемый пешеходный переход находится в зоне видимости, но женщина в нарушении правил решила сократить путь. Итог оказался плачевным, иномарка сбила пенсионерку. Предварительно у нее уши бедра. Женщина доставлена в больницу. Редактор субтитров А.Семкин